Все хотят жить в лучшем идеальном мире, но что это такое идеальный мир? Как он выглядит? Мультимедийная художница и теоретик Вика Коува создает платформу общества Land of Good, где она обосновывает теоретически и художественно возможность для каждого человека жить состоятельно, востребованно и счастливо. Сегодня я встречаюсь с Викой Коувой на тему роли женщины в прогрессии и эволюции. Прежде чем мы перейдем к теме роли женщины в истории, расскажите, пожалуйста, что такое Land of Good? Land of Good – это художественный проект, посвященный созданию нового вида общества, процветание и рост которого напрямую бы зависело от счастья и успехов каждого ее жителя. Существует ли формула, обеспечивающая счастье и удовлетворение каждому человеку? Существовало ли когда-нибудь такое общество? И будет ли такое общество когда-нибудь существовать? Когда будет возможно построить такое общество? И возможно ли такое общество по определению? Что требуется для того, чтобы ординарные люди стали неординарными? Проект Land of Good стремится найти ответы на эти вопросы. Но чтобы их найти, должна быть проделана огромная работа, потому что общество носит очень сложный характер. Мы должны принять во внимание такие пласты, как культура, политика, экономика, социальные структуры, история, антропология и так далее. Что есть цивилизация? Чего наша цивилизация добилась на протяжении 8 тысяч лет прогресса? Все ли мы удовлетворены результатами? Ответ на этот вопрос знают все. Материальное богатство всего мира распределено в пользу 1% населения. Только они могут позволить себе утопать в роскоши. Остальные 99% еле сводят концы с концами, живут в бедноте, некоторые даже голодают. Распределение богатства совершенно не сбалансировано в нашем мире. Что касается нематериального счастья, сколько по-настоящему счастливых людей в нашем мире? Ноль. Мы все вынуждены бороться с нашими комплексами и психологическими травмами. Большинство из них заложено уже в детстве, нашими собственными родителями, друзьями и школой. Это считается нормальным. Мы даже называем это личностным ростом. Но так ли это? Каждый день в США 3000 молодых людей от 18 до 10 лет совершают попытку самоубийства из-за недовольства жизнью. Подростки совершенно не знают, как управлять своими эмоциями. Самоубийство является второй основной причиной смерти в возрасте от 10 до 24 лет. Но критиковать систему не является целью этого проекта. К тому же, многие из изобретений нашей эпохи будут широко использоваться в Land of Good. И вообще, это исследование должно оставаться как можно более объективным и независимым. Мне не следует примыкать ни к одной стороне. Этот проект не за отрицание патриархального мужского способа управлять миром. Это скорее о глубоком изучении достижений человечества и извлечении из этого опыта всего самого лучшего и успешного во имя обретения гармонии. Land of Good занимается трансформацией. Этот проект также никоим образом не относится ни к каким теориям заговора. Многие теории рассматриваются на разных этапах исследования, но этот проект не призназначен для их обсуждения. Речь идет о чистом творении, о создании совершенного мира. Все хотят жить в совершенном мире, но что это такое совершенный мир? Как он выглядит? Может ли кто-нибудь его описать? Существует ли план, стратегия его осуществления? Что именно надо предпринять, чтобы прийти к совершенному миру? Как люди будут себя вести в совершенном мире? Что они будут делать и говорить? Чем бы они питались? Что бы они носили? Что бы они строили? Многие из нас готовы внести свой вклад в улучшение экологии и себя. Но если бы у нас была четкая стратегия, план, по которому мы бы работали вместе в одном направлении, мы могли бы помочь себе и планете гораздо быстрее. Но есть же цели устойчивого развития ООН. Да, это так. И поскольку этот список упорядочил все секторы нашего общества, я предлагаю использовать его в качестве структурного путеводителя, ориентира. По содержанию этот список вызывает шок. Он делает очевидным, что в каждом секторе мирового сообщества кроется проблема. Нет ни одного сектора, который хорошо срабатывал бы для всех и каждого. Посмотрите сами. Основные потребности, как еда, вода, воздух, здоровье, образование, энергия, работа, города, права человека, климат, природа, везде проблемы. Когда я на это смотрю, я вижу свидетельство того, что система просто не работает для всех ее членов. Этот список больше похож на справочник наших проблем, чем на модель совершенного мира. Но представьте себе, во имя искусства, что, если мы возьмем все накопленные знания, извлечем уроки из всех ошибок человечества и ради искусства построим, наконец, модель общества, которая бы предположительно работала и обогащала всех? В конце концов, возможно ли когда-нибудь создать идеальный мир? Как вы пришли к этой идее? Что послужило вдохновением для общества Land of Good? Вы знаете, идея Land of Good является, наверное, экстрактом всей жизни. Множество ингредиентов были смешаны в моем коктейле. Я жила во времена идейного коммунизма и демократии, диктатуры и монархии, социализма и капитализма. Я также много путешествовала во время моей предыдущей карьеры диджея и певицы. Я гастролировала по многим странам. Я горжусь своей дружбой с хорошими людьми по всему миру. Я давно изучаю историю христианства, православного и протестантского, кальвинизма, ислама, буддизма, иудаизма. Увлекаюсь теософией, миробиологией, антропологией, археологией. Занимаюсь в New Age. Помимо этого, я закончила музыкально-педагогический факультет Московской государственной консерватории. Я могу себе представить, что Land of Good является продуктом всех этих впечатлений и исследований. Больше всего меня впечатляет то, что независимо от статуса и территориальной и религиозной принадлежности, все люди в мире хотят одного и того же. Чтобы было легко. Однако во всех слоях общества я не вижу ничего, что дается легко. Все очень сложно. Быть счастливым каждый день сложно для каждого из нас. Наблюдая эти тенденции, по всему миру невольно возникает вопрос, какого рода общество создало бы условия людям жить легко и просто. Не сводить концы с концами, а в полной степени наслаждаться жизнью и всеми ее привилегиями. Так какое же отношение имеет создание Land of Good к важности осознания роли женщины? Какая между этим связь? Прямая связь. Чтобы построить стабильное и успешное общество, надо сначала заложить прочный, надежный фундамент. Какие бы варианты такого фундамента я бы не рассматривала, они все упирались в одну и ту же исходную точку. Без осознания важности женщин в эволюции и прогрессе нам наверняка никогда не удастся построить стабильного, надежного фундамента. Женщины сделали столько же, сколько и мужчины. Поэтому баланс между полами или гендерная гармония и есть основа успешного общества. Поясните? Будьте любезны. В поисках фундамента общества я задавалась вопросом, что в обществе отвечает за счастливую жизнь? Может быть это экономика или экономический рост? Весьма очевидно, что как раз наоборот, экономика является основным источником всех неравенств. Вспомни статистику 1% распределения всех материальных ресурсов. Если не экономика, может быть существует какой-нибудь социальный строй, способный обеспечить каждого из нас достатком. Что ж, наиболее ориентированные на равенство социальные структуры, как демократия и коммунизм, также приводят к неравенству. Я живу в одной из самых демократических стран в мире. Тем не менее, один из девяти детей в Нидерландах растет в бедности. Гордясь своей демократией, в США треть населения живет за чертой бедности. Что касается социализма, борющегося за коммунизм в Советском Союзе, он тоже привел к массовой бедности в конце своего существования. Правда заключается в том, что наша цивилизация не реализовала ни одного социального строя, который бы обеспечил счастье и процветание каждого. Может, политика обладает таким потенциалом? К сожалению, политика разделяет нас на нации, партии, страны, конфликты, войны, которые ведут к страданиям и бедности. Таким образом, политика также не является ответом на счастье. Ну что же тогда? Принимая все это во внимание, я была поставлена перед задачей создания совершенно нового социального строя. который бы гипотетически привел к коллективному счастью. Для этого требуется полное абстрагирование от всего, к чему мы привыкли, и начать строить с нуля. Это нелегко, но поверьте, создание нового мира – это супер увлекательно. И я приглашаю вас на борт Land of Good. Конечно, я не осилию такое путешествие и одна. Мне нужна помощь. Так что, если у вас есть предложения, поделитесь ими со мной. Только будьте добры и терпеливы. Land of Good – это как новорожденный младенец, которому нужна ваша доброта и поддержка. Как можно с вами связаться? Можно написать комментарий под этим видео. Итак, вы так и не нашли ни одну существующую соцсистему, которая бы отвечала вашему представлению об идеальном обществе. Как же вам все-таки удалось создать такую систему? Я думаю, фантазия художника играет здесь очень важную роль. Творческое воображение имеет возможность созидать вне пространства и времени. Общеизвестно, что почти все изобретения были ранее описаны в работах художников и писателей. Но общество существует из такого головокружительного количества ингредиентов, что я решила начать с начала всех началов. Что сделало нас людьми? Что значит быть человеком? Будет излишним рассматривать здесь все теории и мнения, потому что этот проект не о происхождении человеческого рода. Но я хотела бы затронуть только последнее открытие социологии, которое удивило нас, утверждая, что то, что сделало нас людьми – это сплетни, точнее, способность людей передавать информацию о человеке в его отсутствие. По-видимому, чтобы говорить о ком-то за его спиной, требуется абстрактное, концептуальное мышление. И именно способность сбора и передачи информации отличает нас от всех других животных. Эта способность привела к мутации наших предков в Homo sapiens – в человека разумного. А кто самые главные сплетники в мире? Женщины. Женщины. Это потрясло меня и вдохновило взглянуть на нашу историю с совершенно иной точки зрения. Социальное поведение женщин изменило нас в то, чем мы являемся. Значит, это все заслуга женщин? В чем тогда еще их заслуги? В школах и университетах нас учат, что прогресс является чисто мужской прерогативой. Эта иллюстрация из школьной книги представляет собой наш общепринятый образ мышления. Все, чего мы достигли, это благодаря мужчинам. На этой картинке мужчины убираются, ведут хозяйство, разделывают шкуры, добывают огонь. Все делали мужчины, женщины, даже не на картинке. Но сегодня современная независимая археология предоставляет факты, которые ставят под вопрос подобные постулаты, утверждая, что пришло время пересмотреть наше далекое прошлое. Официальная история изображает наших предков дикими, агрессивными дикарями-кочевниками, которые уничтожали фауну и друг друга под эгидой выживания сильнейшего. И тут мы находим вот что. И вот. И это. И это. Углеродная датировка оценивает эти структуры старше 10 тысяч человек. Разве в то время мы не были дикими, тупыми дикарями-кочевниками? Вы только посмотрите на это. Для реализации такого проекта необходимы невероятные инженерные навыки. Кто это построил? По всему миру найдены тысячи подземных туннелей и комнат, построенных зачастую друг на друга. Некоторые из них имеют глубину от 8 до 11 этажей. Некоторые подземные города пересекаются друг с другом. Они огромны. Это не просто одна постройка в качестве эксперимента. Это подземные сети, соединенные между собой. Такие туннели найдены в Европе, Японии, Китае, Америке, на Ближнем Востоке, практически по всей планете. Это подземный город в Каппадокии, Турция. Они добывали воду изнутри, а не снаружи. Теперь это музей, открытый для посещения. А это отель в Каппадокии, который пытается воссоздать атмосферу доисторического дома. Это туннель внутри пирамиды Гизы. Это древняя стена в Куско, в Перу. Разница видна невооруженным взглядом. Мегалитический период, период инков. Мегалитический, инки. Мегалитический период, инки период. Помимо этого физического свидетельства, есть еще и другое свидетельство того, что наши предки жили в гармонии друг с другом, природой и животными на протяжении тысячелетий. ДНК-эксперты находят доказательства скрещивания между различными сортами человекоподобных. Похоже, они были вовсе не дикими, тупыми дикарями-кочевниками, а развитым, сплоченным, прочным обществом с технологическим уровнем, который мы не понимаем. Некоторые из этих блоков весят 100 тонн. Несмотря на их технологический успех, они не оставили нам загрязненную экологию. Мы не находим ничего синтетического или пластикового. Все памятники целиком из натурального камня. Они не создавали роботов. Вместо этого они создавали человека в процветающем обществе. Общество, цель которого была забота о людях. В чем был их секрет? Мы всегда в поисках светлого будущего. Но, может быть, уже было светлое прошлое. Что, если бы мы связали это прошлое с нашим будущим? Если бы мы объединили наши знания с их знаниями? Получили бы мы идеальную модель общества? Мне кажется, в этом что-то есть. А какова ваша теория их успеха? Археологические находки свидетельствуют о том, что доисторическая культура в значительной степени боготворила женщину. Чтобы это понять, нам нужно вернуться, скажем, на 200 тысяч лет назад. К началу всех начал. К восходу когнитивной революции. Именно в то время произошло одно из самых важных изменений в строении женского тела. Из-за ходьбы на двух ногах сузилась полость таза, что сделало прохождение ребенка во время родов трудным и опасным. Кроме того, дети стали рождаться маленькими и беспомощными на пять долгих лет. В отличие от других приматов, кочевнический образ жизни стал катастрофическим для женщин. Они сильно нуждались в пристанище. Чтобы выжить как вид, мужчины были вынуждены войти в их положение и пойти женщинам навстречу в их желании иметь крышу над головой. Поэтому, как только женщины находили пространство по душе, ничто их уже не могло сдвинуть с места. Наряду с этим, глобальное изменение климата несомненно сподвигнуло наших предков всерьез задуматься о целесообразности оседлого образа жизни. И когда ледниковый период опрушился на планету 115 тысяч лет назад, они уже навсегда осели в пещерах. Из открытой саванны они переехали внутрь, в горы, в землю. Понятие приюта, как одно из основ эволюции, было рождено. И все это из-за женщин. Обожание и мистификация женщин были нормой. По всему миру найдены многочисленные статуи богинь. Вынашивание ребенка и его рождение было для них настоящим чудом. И это чудо было окружено тайной, связанной с женщиной. Вот почему женщины считались богинями, посредницами природы, плодородия, творчества. Найденные по всему миру круглые, овальные и яйцевидные формы, как правило, являются символами, ассоциирующимися с женщинами, а также такие животные, как змея, лиса, кошка и птицы. Не трудно заметить четкое фундаментальное различие между постройками нашего мира, где преобладают прямые линии, основанные на бесконечном повторении одного и того же кирпича или блока, и постройками их мира, где преобладает бесконечное разнообразие в размерах и формах ни одного одинакового камня или блока. Также противоположны формы в архитектуре. У нас прямые восходящие линии. У них все основано на круглых формах. Мы видим разницу во всем. Они – полная противоположность нам. Наша цивилизация изображает мир исключительно через мужские образы. Бог, царь, патриарх, президент, герой-победитель, диктатор, крестный отец, биг-брадер – все подчинено страху и преданности мужчине, патриарху. Возникает вопрос. Если та цивилизация изображала мир исключительно через воплощение женских образов, не следует ли рассмотреть возможность того, что то общество было матриархальным? И если это так, можем ли мы чему-нибудь у них поучиться? Как вы думаете, откуда появилось то обожание женщины? Как я уже говорила, на протяжении миллионов лет беременность была самой большой загадкой для мужчин. Мужчины даже проводили обряды обрезания в надежде на репродуктивную силу и способность к размножению по подобию женщин. Еще одно преимущество менструальных циклов – это отсчет времени. Женщины были ходячими календарями. В темные, беспросветные времена ледникового периода это было весьма практично. Как известно, женщины, живущие в одной группе, начинают менструировать одновременно, что неизбежно привело к ритуалам, которые постепенно становились традициями. Так зародилось понятие культуры, опять же таки, из-за женщин. Заселение пещер дало реальный толчок к эволюционному развитию. И если бы женщины не настояли на этом, шансы на выживание у наших предков были бы равны нулю. Но женщины не только заселили пещеры, они еще и управляли ими. Все животные гнездятся, включая людей. Поэтому, естественно, женщины начали постепенно усовершенствовать свои гнездышки. Я думаю, что будущее археологии будет украшено удивительными находками в глубинах гор и в подземельях. Уже сейчас находятся таинственные диски и другие артефакты, производства которых не поддаются никакому объяснению. Со временем женщины начали чувствовать определенное социальное давление, под которым они вынуждены были улучшать свои пещеры, что привело к серьезному развитию новых технологий. Еще одной силой и загадкой женщины была способность исцелять. В то время, как мужчины были охотниками, женщины были профессиональными собирателями растений, ягод, корнеплодов и грибов. Они знали о лечебных свойствах растений. Женщины лечили травмы, вывихи, воспаления и укусы насекомых и животных. Есть доказательства того, что они выполняли операции и ампутации. Женщины, конечно же, знали о галлюционирующих и расслабляющих растениях. Любое удовольствие в то время было праздником. И те, кто мог устроить такой праздник, занимали привилегированную позицию. Вы упомянули о социальном давлении. Было ли социальное давление уже известно в таком раннем обществе? И можем ли мы считать общество, в котором есть социальное давление, счастливым? Или вы полагаете, что в том обществе не было социального неравенства? Я думаю, в любом обществе есть неравенство. Кто-то больше и сильнее, кто-то меньше и слабее. Неравенство, или лучше мы будем называть это разнообразием, является особенностью любого общества. Я думаю, что все дело не в искоренении разнообразия, а в том, как его гармонизировать. Как вдохновить сильных, заботиться о слабых. Похоже, что тому мегалитическому обществу это удалось. Похоже, их успех кроется в том, что они нашли золотую середину в балансе между полами, гендерную гармонию. И в рамках Land of Good проекта интересно исследовать, как этот золотой баланс был сформирован и отполирован. Я предлагаю начать это исследование с анализа причин социального давления. Мы также можем использовать эту возможность, чтобы посмотреть на социальное давление в более широком смысле. Откуда возникло стремление женщин улучшать себя и окружающую среду? Почему женщины, по сравнению с мужчинами, физически не способны жить в грязной, безобразной обстановке? Женщинам всегда нужно навести порядок, чтобы нормально функционировать. Зачем и почему? Парадоксально и забавно, что дорога к женственности была проложена мясом. Мясо правило миром гуманоидов более двух миллионов лет. Это очень долго. На протяжении всего этого времени, если у вас было мясо, вы могли бы получить все, что хотите. Мясо было главной валютой того времени. А кто доставлял мясо? Охотники. Мужчины. Как вдохновить мужчин делиться с женщинами своим мясом? Конечно, статус богини очень помогал, но во времена голода этого было не всегда достаточно. Конкурировать с чувством голода могли только такие основные инстинкты, как самосохранение и продолжение рода. Как говорится, голь на выдумку сильна. И поняв, что безопасность и секс могут спасти их от голода, женщины стали постепенно внедрять в жизнь условия, повышающие шансы на выживание и размножение. Вначале это больше касалось пещер, которые женщины утепляли, осушали, защищали, создавая удобство для отдыха и секса. Уставшие после изнурительной охоты мужчины, естественно, выбирали наиболее удобных женщин, то есть тех, у которых можно было меньше всего делать и больше всего получать. В обмен на мясо, конечно. Женщины были вынуждены постоянно придумывать, как наиболее эффективно привлечь внимание мужчины, чтобы сделать его личным поставщиком мяса. Конкуренция за лучшего мужчину началась. Добро пожаловать в эпоху мясодобытчиц. Помимо усовершенствованной пещеры, женщины обнаружили силу украшенной одежды, макияжа, татуировок, духов, окраски волос и прически. Так зарождалась индустрия моды и красоты. В стремлении заманить мужчину в свою пещеру, женщины начали изображать их подвиги на стенах своих пристанищ, восхваляя их силу, бесстрашие и мужество, мотивируя их на еще большие добычи мяса. Знали бы они тогда, что положили начало тому, что окончательно сделало нас людьми, искусство. Обратите внимание, что все наскальные рисунки исключительно о мясе, за исключением отпечатков рук. Они очень напоминают собой способ захвата территории. Это место мое, я тут живу. Может, это были самые первые претензии на собственность. В какой-то момент женщины взяли на себя приготовление пищи. Это дало огромный импульс прогресса. А что, мужчины разве не готовили? Мужчинам было некогда сидеть у костра. Они должны были охотиться и осваивать новые территории, быть добытчиками и провайдерами. Быть хранительницами очага была задача женщин. Чтобы произвести впечатление на мужчин, женщины стали творчески подходить к еде. Я полагаю, высокая кухня родилась намного раньше, чем мы предполагаем. За одомашниванием мужчин последовало одомашнивание животных. Проводя большую часть времени у костра с едой, женщины подкармливали диких животных, постепенно превращая их в домашние. Позже мужчины будут использовать собак для охоты. Итак, если посмотрим на постулаты из наших устаревших учебников, прогресс – это чисто мужская заслуга. Если посмотрим на анализ Land of Good, мужчины и женщины добились всего вместе. Land of Good диаграмма выглядит так, как будто прогресс – это заслуга только женщин. А в чем заслуга мужчин? Недооценка роли мужчин в эволюции ни в коем случае не является целью Land of Good. Наоборот, осознание того, что мужская физическая сила проложила путь к выживанию, является одним из опорных точек этой теории. Обладая физической силой, мужчины занимались развитием технологии охоты, разведения огня и изготовлением орудий. Мужчины были отличными провайдерами и защитниками. Женщины обожали эту мужскую силу, и это не изменилось по сей день. Сражаясь с более крупными хищниками, мужчины внедрили множество изобретений. Но были и другие изобретения, которые прокладывали путь успеха нашего вида. Изобретения, внедренные женщинами. Я предполагаю, что доисторическое общество обладало идеальным балансом. Мужчины занимались обеспечением мясом, женщины занимались обработкой мяса, мужчины добывали огонь, женщины хранили очагни. Мужчины управляли организацией за пределами пещеры, женщины управляли организацией внутри пещеры. Различные сферы деятельности, но одинаково важны. Учитывая это, общество, управляемое мужчинами, всегда будет интересоваться только организацией извне. Это в мужской ДНК. Выход в открытое пространство, путешествия, исследования и завоевания нового и неизвестного, вера в Бога, экономический рост, далекие планеты и миры. Единственный путь это вперед и вверх. Наше общество заставляет нас стремиться к больше, быстрее и выше. Вот почему все измеряется и изображается в прямых восходящих линиях. Символизация фалоса. Прямые линии создают углы, эксклюзивность. Кто-то обязательно оказывается в углу, вдали от центра, где сконцентрированы все привилегии. Наше общество делится на ранги, классы и иерархии, эксклюзивность. Все в ограниченном количестве, потому что прямая линия всегда имеет начало и конец, то есть всегда ограничена. Наше общество всегда работает на будущее. Все самое хорошее у нас всегда впереди. Мы всегда мечтаем о лучшем будущем. А интересно, когда же оно наступит? Результатом такого менталитета является потребность в постоянном производстве. Старое выбрасывается с появлением нового, что ведет к тяжелому расточительству и отходам. Будучи противоположностью, общество, управляемое женщинами, гипотетически было бы направлено в основном на внутренние дела, внутренняя жизнь, развитие внутреннего мира, культ перерождения, рециклинг, ничто не выбрасывается, все перерабатывается, развитие по кругу, по спирали, уход вглубь, в себя, строительство не на земле, а под землей. Вот почему в доисторических постройках мы видим столько круглых форм. Круг это включающая в себя форма. Каждая часть находится на одинаковом расстоянии от центра, равной частью одного целого. Отсутствие иерархии. Это общество, живущее настоящим временем. Главное, чтобы было хорошо сейчас, а не в будущем. Круг это единственная форма, представляющая бесконечность. Нет начала и нет конца, поэтому нет и продуктов отброса. Единственный путь вверх это наша реальность. Единственный путь внутрь нам неизвестен. Считаете ли вы, что отсутствие этого самого внутрь является проблемой в нашем современном обществе? Это огромная проблема. Единственный путь вверх приводит к загрязнению и отходам, что мы и видим в нашем обществе. Мы скоро окончательно похороним себя в наших собственных отходах. Передозировка внутрь наверняка перевела бы к отсутствию внешнего развития. Но мы не видим никаких признаков загрязнения и экологии, так же, как и отсутствие глобального развития в доисторическом обществе. Похоже, что наши доисторические предки жили в мире и балансе. Налицо экономический рост на основе рециклинга, городские подстройки как на земле, так и под землей, основанные на инклюзивности, внутренний рост, приводящий к практическому развитию, воспитание индивидуальности на благо общества, личное счастье интегрировано с благосостоянием природы и общества. Откуда у вас такая уверенность, что они всего этого добились? Потому что для создания таких сложных монументов требуются не только блестящие инженерные знания, но и огромная организация их строительства. Чтобы строить подобные монументы по всему миру, требуется централизованная организация уже на глобальном уровне. Сравним с нашей глобальной цивилизацией, которая строит похожие небоскребы по всему миру, мы делимся своими технологиями. Их внешние коммуникации должны быть по крайней мере не хуже наших, а может быть и лучше. Поскольку мы не находим никаких признаков кровавых конфликтов, мы заключаем, что они были мастерами в коммуникации. И поскольку их цивилизация просуществовала намного дольше, чем наша, мы можем заключить, что они находили способы счастливого и успешного сосуществования. Почему вы предполагаете, что именно гармония между полами послужила основой выживания человеческого рода? потому что мы находим столько много свидетельств о поклонении женскому началу и совсем немного свидетельств о поклонении мужчинам, как в нашем обществе. Из чего мы можем сделать вывод, что поклонение женщине было движущей силой их цивилизации. Этот древний диск, найденный на острове Крит, до сих пор не смогли датировать и расшифровать, кроме первого слова, Матери-Богини, по сравнению с нашим миром, где важные писания начинаются с «О Господь-Бог!». Почти все артефакты того периода предполагают общество, движимое преклонением перед женщиной. Но предположить, что это был тоталитарный матриахат, было бы недальновидно, потому что мы не можем игнорировать очевидное. Чтобы выжить в суровых условиях ледникового периода, доминантная физическая и ментальная мощь были просто необходимы, а это качество присуще мужчинам. Каким-то образом женщины сумели создать идеальную среду обитания для мужчин, а мужчины были готовы на все ради своих женщин. я думаю, что это и есть основа гендерной гармонии. Мужчины, будучи сильнее, заботились о своих женщинах и делали это с удовольствием. А женщины, в свою очередь, делали все, чтобы обеспечить им надежный тыл. Женщины обеспечивали комфорт, любовь и красоту, скрашивая все ужасы и опасности охоты. Опять же таки, мы не находим никаких доказательств войн, геноцида, массовых убийств, как в нашей реальности. Людей нашей цивилизации не учат в школах и университетах, как сохранять мир, как дружить и как наиболее эффективно быть полезным обществом. Эти гигантские монументы являются не только свидетельством цивилизации, а свидетельством успешной цивилизации. И поскольку мы находим один и тот же стиль и способ построить по всему миру, это означает, что были успешные взаимоотношения, торговля, инфраструктура, центральное знание и центральное образование. правильное было бы сказать, что женщины всегда правили миром в тени мужчины. Не пора ли выйти из этой тени? Разве это не баланс? Из тени мужчины женщины могут управлять только миром мужчин. Из тени мужчины женщинам сложно излучать столько света, который бы изменил мир. Заметим, что по окончанию ледникового периода 11 тысяч лет назад женщины начали постепенно терять свою роль равноправного лидера из-за прихода нового агрикультурного уклада жизни. Агрикультура изменила общество до неузнаваемости. Роль женщины была сведена на нет. В Land of Good эта роль будет восстановлена. так же как наши древние прародительницы женщины будут занимать такую же важную позицию как и мужчины. Идеальный баланс между мужским и женским началом будет восстановлен. Одна рука моет другую. Два противоположных пола будут дополнять друг друга а не конкурировать. Поэтому в Land of Good будут две главы общества два лидера мужчина и женщина. Они будут ответственны за разные области компетентности с тем чтобы мудро и централизованно вместе управлять единым целом. История человечества не будет его историей. Это будет нашей совместной историей. Изучение гармонии между полами и ее применение в жизнь будет нормой в Land of Good. Мне очень импонирует ваша идея двуполого развития. Вообще то это могло бы стать неплохой идеей для нашей реальности. Однако некоторые из ваших утверждений звучат консервативно, даже старомодно. Мы живем в эпоху равенства полов, трансгендеров и смешанных туалетов. Как Land of Good вписывается в эту эпоху со своими утверждениями, что надо не уравнивать разницу между полами, а гармонизировать ее с учетом четкого распределения обязанностей. Формулировка равенства полов мне не совсем понятна. Она немного сбивает с толку, потому что по здравому смыслу мужчины и женщины не равны как физически, так и ментально. Остается догадываться, что равенство полов подразумевает вероятнее всего равенство прав человека. Мужчины и женщины должны быть равны перед законом, и эта цель требует абсолютной приоритетности и поддержки. Равные права для всех людей это первый шаг к улучшению стабильности в мире. Но в Land of Good равноправие будет само собой разумеющимся. Как бы выглядела реальность, в которой все люди равноправны? Я думаю, что тогда наступит расцвет качеств, которые станут дополнять лидера мужчину. Наступит время реабилитации потенциала лидера женщины. Любовь, внутреннее благозастояние, эмоциональное образование, красота, благодать, интуиция, источники свободной бесплатной энергии выйдут на первый план. Поэтому Land of Good не про то, как сделать корпоративную карьеру, и не про победу над мужчинами, и не про то, как стать единовластной женщиной-президентом. Разве Land of Good не феминистский проект? Я думаю, нам лучше не путать грешное с праведным. Феминизм борется за равные права женщин с мужчинами, и это очень важная и сложная работа, которая нам всем на пользу. Но феминизму всегда было нелегко, прежде всего из-за того, что оно находится в противоречии с самым мощным инстинктом, инстинктом размножения. Вся эволюция построена на этом инстинкте, но у него есть и обратная сторона, это перенаселение. С каждым днем перенаселение становится все более острой проблемой. Планета не выдерживает увеличивающихся потребностей человечества. Чтобы выжить, человечеству скоро придется сократить размножение, потому что тут подключается другой мощный инстинкт – самосохранение. Такой конфликт основных инстинктов для нас совершенно новый, и эта проблема чувствуется везде и во всем. Противоречия феминизма заключаются в том, что, борясь за равные права, феминистки стремятся взять в свои руки власть, которая была создана альфа-самцами для альфа-самцов, воодушевленные возможностями альфа-самцов сегодня мы видим восхождение альфа-самки. Рождение ребенка не есть приоритет альфа-женщины. Это приводит к снижению перенаселения. Похоже на то, что через женщин, которые всегда были хранительницами природы и баланса, через феминизм, если позволите, природа самосохраняется от перенаселения и загрязнения человека. гомосексуальность также может рассматриваться как саморегуляция природы. Именно поэтому феминизм и гендер-блендер очень важны на данный момент, и нам надо понимать это и активно поддерживать. Противоречие заключается в том, что женщины, которые на протяжении миллионов лет были ответственны за деторождение, теперь внезапно несут ответственность за отсутствие деторождения. Изменения на 180 градусов это очень нелегко. Но женщины умны и мудры, и если мы хотим изменить мир к лучшему, нам лучше довериться женской интуиции и мудрости, проявляя гибкость. И я очень надеюсь, что конечной целью феминизма не является стать настоящим мужчиной, а настоящей женщиной. И что после того, как мы добьем восстановление равных человеческих прав, мы начнем процесс восстановления подлинной женственности. В заключении этой темы основой любого успешного общества должна быть гармония между полами. И если мы решили использовать список ООН в качестве руководства, мы должны поставить гендерную гармонию как один из главных приоритетов построения Land of Good. А именно подробное изучение роли женщины в эволюции и прогрессе, реабилитация женских качеств, двуполое правление. Но где именно вы будете строить Land of Good? Могу ли я там жить? К счастью, новые технологии приходят мне на помощь. Уже сегодня создаются виртуальные реальности, которые не отличишь от настоящих. Как арт-проект мы можем построить Land of Good VR и наблюдать за ее развитием. Почему VR? Почему бы не построить Land of Good в нашей реальности? Потому что в нашей реальности все подчинено одной единственной патриархальной системе. Все люди в мире, что бы они ни делали, служат ей. При рождении система выдает тебе номер, и для нее ты становишься не личностью, а этим номером. Этот номер потом будет обязан платить налоги, отчитываться системой и делать все, что делают все. Что в этом плохого? Ничего. В нашей реальности это удобно и практично. Но выйти из такой системы практически невозможно. Рождается парадокс. Все, что бы ты ни делал, служит системе. Даже если ты против нее, даже если ты с ней борешься, ты все равно способствуешь ее развитию. Даже феминизм, который борется с господством мужского начала, на самом деле поддерживает его. Вот такой парадокс. Система играет в Бога. Она контролирует вашу жизнь и каждую ее минуту. Именно это и делает невозможным построить Land of Good в нашей реальности, так как это будет просто еще один эксперимент нашей патриархальной системы. Но мы же хотим в корне изменить реальность. Мы же хотим совершенно новую реальность. Так что если мы хотим что-то совершенно новое и независимое, нам нужно создать это за пределами системы. А виртуальная реальность на сегодняшний день является таким местом. Она свободна и независима. Кстати, существует теория, которая утверждает, что наш мир это виртуальная симуляция, в которой мы живем, даже не подозревая об этом. эта теория может помочь нам принять тот факт, что наша реальность не является пределом и что мы можем создавать собственные реальности и выбирать, в какой из них жить. Теоретически создавать новой реальности должно быть возможным. Если предсказание ученых сбудется, то через сто лет возможности компьютера возрастут как минимум в тысячу раз. мои работы из серии Кроссоуэрс пытаются продемонстрировать параллелизм реальности, когда гипотетически существующее матриархальное общество пересекает нашу патриархальную реальность ради обмена информацией. Если у вас украинский как ваш общество работает? Как контролируют медиа люди? Что это taxes? Моя 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 Если украинская одного из ее детей то война считается потеря для двоих партий Я председаю что только победа когда конфликти сайт найдет 勇 чтобы вернуться в договор к Если мы начнем создавать свои собственные обитаемые реальности к тому времени наша Land of Good будет готова к заселению под ключ Если я правильно понимаю ваш проект пропагандирует возвращение к природе как же такая технология как VR вписывается в этот план? Land of Good лишь отчасти про возвращение к природе но в основном речь идет о поиске гармонии между женским и мужским между потребностями человека и природы кроме того многие изобретения патриархальной эпохи будут использованы в Land of Good почему бы нет наша цивилизация открыла для нас необычайные возможности это сделало нашу жизнь проще но все должно быть в меру помимо технологий на горючем нужно внедрять другие технологии дающие энергию но не вредящие жизни на земле это на самом деле очень даже женский подход использовать то что у нас уже есть на благо наших людей например технологии солнечной энергии безопасны так почему бы их не использовать почему вы называете это арт проектом это больше похоже на философско-научное исследование информация найденная в ходе моих исследований вдохновила меня на создание видеоарта я создала несколько серий таких как she, crossovers и women серия she отражает мое исследование роли женщины в обществе women посвящена восхвалению сугубо женского начала а серия crossovers это воображаемые диалоги между патриархальным обществом и гипотетическим матриархальным обществом поэтому исследование это мое вдохновение и призыв к творчеству значит получается что если скажем в 22 2019 году люди будущего обнаружат при раскопках наши прямоугольные небоскребы поймут ли они что мы были сугубо патриархальным обществом теоретически да но на практике ни одна из наших конструкций не выстоит 20 тысяч лет у наших конструкций очень короткий срок годности они нуждаются в высоком уровне обслуживания без обслуживания наши конструкции становятся руинами мусором и просто исчезают по сравнению с доисторическими конструкциями которые не обслуживались в течение по крайней мере 10 тысяч лет и все еще стоят как новенькие вот почему их общество так неотразимо они чемпионы по устойчивому развитию к сожалению наше время истекло спасибо Вика благодарю сегодня мы рассмотрели одну из 17 тем следите за каналом Land of Good чтобы узнать о следующем интервью с Викой Ковой основательнице Land of Good благодарю за ваше время понимание и терпение я надеюсь это резонирует с вашими собственными идеями светлого лучшего мира благодарю и